«Россия и Китай откажутся от санкций в отношении Северной Кореи», заявил министр странных дел России Сергей Лавров после встречи Путина и Ким Чунына. Вот этот шаг, когда Китай вместе с Россией отказывается от санкций против Северной Кореи, не говорит ли нам о том, что Китай уже так не потихоньку дрейфует, а вот почти официально, хотя Китай еще не подтвердил этого, кстати, официально относительно санкций дрейфует в сторону оси зла Россия, Беларусь, Иран, Северная Корея, ну и вот получается Китай. Да, политический аспект именно таков, что формируется объединение, альянс самых отвратительных дитатур мира. Вы их, в общем, все по большому счету перечислили, ну почти все. Вот я не беру там африканский альянс, клуб людоедов, я имею в виду те фури, которые там правят десятилетиями, пришли на штыках и штыками эту власть удерживают. Они тоже относятся, безусловно, к этому профсоюзу. Поэтому, конечно, тут вот политический аспект, он очень опасен для мира. Эти страны, большая часть, рвутся к ядерным оружием, или их там подпольные, имеют уже это ядерное оружие. Они угрожают. Позитивный эффект, наверное, этого визита и вообще того, что происходит, будет, наверное, ужесточение. Надеюсь, изменение к более масштабной поддержке и помощи Украины, ее войны, борьбы. Со стороны Японии и Южной Кореи. Я очень на это надеюсь. Как ответные шаги, потому что прекрасно мы все понимаем, что Китай держит Северную Корею как устрашающую. Именно держит же. Он ее содержит. И без Китая эта страна рухнула давно. Китай использует эту страну как своего стражевого пса, которому набрасывается, так сказать, безумно на всех соседей. Угрожает их там порвать, покусать и так далее. В первую очередь это Япония, это в первую очередь Южная Корея. И так далее. Тайвань в меньшей степени. Поэтому я надеюсь, что Япония и Южная Корея, понимая, почему все идет, они могут сейчас усилить свои помощи, составляющие в помощи Украине. И более плотно блокироваться с Международным демократическим альянсом, стоящим на стороне Украины. Ее борьбы за свободу и независимость. Вот. Поэтому это первое. Второе, конечно, главная опасность, это не Северная Корея. А главная опасность, это куда пойдет Китай. И понятно, что у Китая есть свои серьезные проблемы. Они в последнее время усугубились, усилились. Я имею в виду экономические проблемы. Проблемы эффективности экономики. Но, тем не менее, сбрасываться с счетов эту возможность нельзя. И, конечно, через Северную Корею Китай может помогать Путину вести войну против Украины. Поэтому сейчас нужно внимательнейшим образом следить за последствиями этого визита. Как раз именно в этом аспекте. Что будет делать Китай? То, что они, Россия и Китай, сняли санкции против режима, который проводил свою страну в концлагерь. Причем это совершенно четко концлагерь. Тут без всяких условностей, без всяких ограничений. Это настоящий концлагерь, в котором живут 40 с лишним миллионов человек. И это говорит о том, что никаких моральных, нравственных, правовых норм ни России, ни Китая соблюдать в этом отношении не намерено. Это серьезный вызов. Это серьезное политическое решение. Оно будет иметь большие последствия. К сожалению. Для меня, например, это совершенно очевидно, что западные лидеры должны понять. Диктатуры, вот эти тоталитарные и прочие отмороженные режимы блокируются. Они угрожают самой судьбе цивилизации. Сохранение человечества как цивилизации, как разума на планете. И если сейчас это не понимать и этому ничего не противоставлять, то потом будет это, может быть, даже поздно сделать. Может быть, есть какой-то закон, по которому цивилизации, достигнувшие определенного уровня развития, стоят перед выбором самоуничтожения или все-таки преодоления тех проблем, внутренних препятствий, которые им украшают, внутренних угроз. Я не шучу. Потому что мы видим, что весь механизм безопасности мировой провалился. Он не существует. Организация объединенных наций превратилась, так сказать, там непонятно в что. Тем более мы видим, что они сейчас занимают такую позицию в этой войне. Честно говоря, стыдно. Иногда за них бывает. По многим вопросам. Хотя, конечно, там много есть людей, которые там искренне, честно и откровенно работают на мировое благо. Но все-таки что-то там происходит, какие-то процессы, которые нам не дают повода для большой радости. Поэтому все это не так просто. Конечно, можно там Пыня и Иня встретились, конечно, там приехали на бронепоездах. Все это можно поёрничать. Это смешно. Но это не смешно, на самом деле. Это очень грустно. И понятно, что Путин там может проехать. И в Северную Корею проехать. На своем бронепоезде, который у него стоит. Вовсе не на запасном пути, а на приоритетном пути. И в Китай может приехать. Но надо сейчас смотреть, чем это угрожает всей системе передовых прогрессивных стран мира. И очень внимательно за этим следить. Вообще необходимы механизмы... Вот сейчас надо выиграть войну. Любой ценой. Причём я имею в виду любой ценой помощи, вооружений, финансов, ресурсов. Иначе это будет проигрыш демократии. Глобальный проигрыш демократии в мире. Вот это надо понимать. И если это кто-то на Западе этого ещё не понял. Я могу выразить только искреннее сожаление. И посетовать на то, что Черчилля и Деголи сейчас явно не хватает. Рядом с Китаем есть ещё Индия. Я хочу услышать ваше мнение. Индия, которая покупает за рупии энергоресурсы. Россия, которая не знает, что с этими рупиями делать. Но тем не менее, вот какой может быть дальнейшая позиция Индии? Будет ли она нейтральной? Или она примкнёт к этому, пока ещё окончательно не сформированному союзу? Я думаю, что она не примкнёт в силу того, что у них есть исторические противоречия с Китаем. Китай только что на своих новых картах закрасил целый индийский штаб в свои цвета. Вот. И Индия всё-таки демократическая страна. Британцы оставили им основу парламентской власти. И это очень важно. Там есть институты, там есть выборы. Понятно, это огромная страна со всеми своими проблемами и нюансами. Но тем не менее, всё-таки Индия по большому счёту идёт по правильному, слабовому пути. Я бы так сказал. И я надеюсь, что Индия не войдёт ни в какие альянсы. В лучшем, вернее, в худшем случае она останется нейтральной. А в лучшем случае я бы, конечно, радовал за то, чтобы Индия всё-таки заняла более чёткую позицию и поддержала бы демократическую коалицию. Это ей, во-первых, а, стратегически выгодно. Б, это отвечает её, как бы, так сказать, концептуальным ценностям. И в это показывает, что Индия действительно страна, с которой можно выстраивать долгосрочные отношения. Вот поэтому мне кажется, что Индия может быть как раз тем балансом, который будет сдерживать Китай от необдуманных шагов и действий. Ну, посмотрите, на двадцатке, кстати говоря, Индии была, а Китая не была. Ещё одна информация. Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован в полном объёме, сообщает Армен Пресс. Правительство направило римский статут в парламент и, согласно моей позиции и позиции нашей фракции, он будет полностью ратифицирован. Это не имеет никакого отношения к отношениям Армении и России. Это касается вопроса нашей безопасности, сказал Пашинян. Но тут, конечно, да, мы тоже можем улыбнуться. Мы помним ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом. И тут, конечно, безотносительно России это решение не принималось. А что происходит сейчас между Пашиняном и Путиным, Арменией и Россией? Армения и Азербайджан – это отдельный вопрос. Но вот сейчас такой Димарш Пашиняна, откровенный, антипутинский, мы признаем и чуть ли не арестуем Путина, если он приедет к нам. Что это означает, как это расшифровывать? Мне надо позвонить в Армению. Дело в том, что я, будучи членом парламента, избиравшийся, так сказать, в Подмосковье, как ни странно, представлял интересы российских избирателей, живущих в Грузии, в Армении. И много бывало в Армении, в Грузии. Большим уважением отношусь к армянскому народу. Хорошо знал раньше местную элиту. И так далее. И я могу сказать, что, на мой взгляд, Пашинян сделал стратегическую ошибку очень большую, серьезнейшую. Я не знаю, почему он ее сделал. Потому что его приход к власти, как на волне демократических преобразований в Армении, демократических требований, вызвал в Кремле бурю злобы и истерику. Такое недовольствие, злую реакцию. И понятно, что Пашинян с этого момента является недругом России, ну, не России, конечно, а недругом путинского режима. Почему он не понимал это, не действовал? Я тогда много раз посылал сигналы и говорил, что Армения должна обеспечить свою безопасность исключительно в сотрудничестве с Западом, в Соединенных Штатах Америки с НАТО. Никого другого варианта нет. Но Пашинян упорно, я не знаю почему. Мне нет ответа на этот вопрос. Упорно пытался выстроить отношения с Путиным, не понимая, что он для Путина враг. И он себя сильно скомпрометировал в сотрудничестве с Путиным через АТКБ и так далее и тому подобное. Различными безумными заявлениями и многими другими шагами. Но даже не в этом дело. Дело в том, что он позволил Путину и путинскому режиму создать серьезный плацдарм для восстановления прежнего правления. И там поднимают голову все эти антидемократические силы. И может быть они прозрели, поняли эти ошибки. У меня только один вопрос не поздно. Смогут ли они удержать демократию в Армении? Потому что ситуация в Армении крайне тяжелая, геополитическая. И если сейчас Соединенные Штаты Америки и НАТО не окажут Армении помощи, демократия в Армении находится, на мой взгляд, в серьезной опасности. Тем более в Грузии все небезозночное. Потому что прекрасно знаем о договоренности Хаванишвили, которая стоит за кадром многих политических событий и Путина, и Кремля, скажем так. И вот это все очень сильно влияет на судьбу демократии, как в Грузии, так и в Армении. Не поздно ли, как говорится, пить боржоми, если уже почки, так сказать, отваливаются? Ну, надеюсь, что не поздно. Надеюсь, что эти действия осознаны, продуманы, последовательны. Очень хотелось бы, чтобы Армения и Грузия стали демократическими странами по-настоящему. Чтобы они вошли и в союз с Европой, и в Соединенные Штаты Америки стали бы партнерами в этом отношении. Сумеет или не сумеет Пашинян вырулить на правильную дорогу? Не поздно ли, как говорится, разворот? Не знаю. Не знаю. Но действия правильные. Но, я повторяю, очень сильно запоздалые. Вот будем наблюдать, будем переживать, сочувствовать армянам, чтобы они все-таки, граждан Армении, чтобы они правильно как-то разобрались с этой ситуацией. Конечно, Россия не могла при Пашиняне, путинской России, не могла рассматривать Армению стратегическими союзниками и обеспечивать ее интересы, безопасность и так далее. Совершенно очевидно. Я не понимаю, почему я этого не понимал Пашинян. Все это лежало на поверхности абсолютно. Это было абсолютно очевидно. Любому человеку, который мал-маленький, хотя бы чуть-чуть понимал, что представляет из себя Армения, какие у нее есть проблемы и как ей нужно двигаться дальше, чтобы обеспечить идентичность нации, сохранить государство. Вот вопрос стоит именно так. Ну вот сейчас будем считать, что пошли движения в правильном направлении. Вопрос только хватит сил и запаса времени для того, чтобы по этой дороге идти дальше. Хочу спросить вас, что происходит, что это за симптомы того, что происходит внутри России. В начале широкомасштабного вторжения была реакция популярных людей, что называется, звезд. На нескольких примерах я покажу, что меняется. Например, телеведущий Дмитрий Шепелев, сам белорус, много лет работал в Украине, в начале полномасштабного вторжения, делал там публичные посты, выехал из России в Италию, насколько я знаю, потом вернулся, получил работу на одном из федеральных каналов и сейчас вот был замечен в поездке на оккупированный Донбасс, к примеру. Например, Иван Ургант, который сначала выехал, потом вернулся. Актер Данила Козловский выехал, осуждал... Иван Ургант, давайте мы сейчас все-таки уточним, если кто-то там замечен на Донбассе, то Иван Ургант не замечен в акции. В любом случае, смотрите, я перечисляю только фактаж. Иван Ургант уехал за границу, вернулся в Россию. Актер Данила Козловский уехал за границу, осуждал войну, вернулся в Россию. Даня Милохин, звезда молодежи, значит, приехал в Москву, три дня побыл, ему пообещали отправить на войну, он тут же в Дубай обратно и уехал. А вот из тех, кто еще был на Донбассе, это вот группа зверей, Рома Билла, который вот пацифист, осуждал оккупацию, значит, и тут тоже оказался на Донбассе. Да, не все, еще раз подчеркну, не все из вышеназванных были на оккупированной территории. Тем не менее, вот есть история преображения кардинального, от осуждал войну, до оказался на оккупированной территории, до осуждал войну, уехал, а потом вернулся. Эти процессы вы как для себя объясняете? Почему? Ну, они могут быть сто лет. Да, кардинальные изменения. Разные обстоятельства могут быть. Вот я сейчас не буду называть фамилии, чтобы не вызвать, так сказать, там, реакцию властей. Известный очень человек, журналист, великолепной передачи, жесточайшей критикой власти. Человек не может уехать. Вот мы разговаривали с ним. Он говорит, а куда я брошу мать? Матерь 90 лет, тяжело больна. Мой отъезд сразу, немедленно ее смерть, я даже похоронить не смогу. Сидит тихо, прижав уши, уйдя из всех активных действий гражданских. Да просто, даже, по-моему, там, перебивается хлеб на квас, потому что зарабатывать нечего. Вот бывают такие обстоятельства. Бывает трудно быть в миграции, трудно быть в оппозиции Путина. Небезопасно. Люди, не все выдерживают этот пресс. Я не осуждаю, допустим, тех, кто не продался. Вернулся в Россию, но не продался. Я не могу их осуждать. Потому что это тоже большой риск. Большой риск. Находиться просто в России. Сейчас просто находиться в России. И не рвать пупок за власть. Не рвать, так сказать, не бить себя в груди, называть себя патриотом, призывать к войне и так далее. Это тоже большой риск, поверьте мне. Особенно публичный персон, от которых чего-то власть ждет. И давит. Идет давление, безусловно. Но у всех разные обстоятельства. Вот Алла Пугачева уехала и не вернулась. И Максим Галкин уехал и не вернулся. И Дмитрий Назаров уехал с Ольгой Васильевной, своей супругой. Вот они во Франции здесь. И не вернулись, и не вернулся. Пока Путин в Кремне сидит, пока такая политика, пока идет война. Я могу провести многие другие примеры. Но обстоятельства разные. Мы можем осуждать только тех, кто переметнулся на сторону зла. Те, кто просто вернулся в страну. Но, видимо, есть обстоятельства, которые... Да, да, хорошо. Тогда вот у тех, кто откровенно переметнулся. А тех, кто, может быть, молчал или осуждал. А потом, вот, например, там комики, эти Камызяки, Азамат Мусагалиев, которые просто поехали туда, на Саурмагилу, значит, рассказывают про этих мальчиков, которым они заглянули в глаза, благодарят их, там, они смеются душой и так далее. Ну, понимают ли они, что они такие же военные преступники? Я написал в Твите, вот, на этих наших комиков, стендап-комиков, что надо же вот так взять и обосраться, обосрать всю свою будущую судьбу. Ты извиняешься, так сказать, за грубость. Но в Твиттере я могу себе позволить эмоции. Но вот уничтожить всю свою будущую жизнь. Конечно, никто не простит. Но они не отмоются. Они молодые ребята. Им там не 70, не 80 лет. А им еще жить и жить. Патенизм долго не продержится. И как они будут потом? Когда будут выходить, и они будут на сцену выходить, и будут освистывания. Будут лететь там, может быть, какие-нибудь помидоры или тухлые яйца. Ну, как? Вот надо же себя уничтожить. Одним визитом просто продаться. Прогнуться как там. Не будем прогибаться под изменчивый мир. А вот они прогнулись. Вот этот прогиб им был дорогого будет стоить. В будущем. Сейчас, да, дадут денег, дадут экраны, дадут еще чего-то. Но все временно. А вот все потом, расплата наступит. Она наступит. И она будет крайне для них болезненной, неприятной. Вот я и удивляюсь на этих ребят. Они вроде неглупые, талантливые в своей природе. Неужели не хватает мозгов это понять? Я понимаю. Я понимаю, когда идут вот эта вот молодежь, вот эта вот, из депрессивных районов, там, с двумя извилинами, так сказать, одна родовая травма, другая от какого-нибудь там неудачного ношения головного убора. Я утрирую, конечно. Они не понимают, что они стали военными преступниками. Они не понимают, что они будут пожизненно в розыске. Они не понимают, что их лишат льготы, привилегии, если они останутся живы на фронте. В новом российском государстве. Совершенно очевидно. Это произойдет. Они не понимают, что они лишили себя навсегда возможности выезжать за рубеж. Даже если они будут прятаться в каком-то северной Корее. Вот эти не понимают. Так эти-то понимают. Эти не могут не понимать. Смотрите, вот я тоже тут с вами немножко не соглашусь. Не понимают. Не понимают, потому что Киркоров спокойно себе едет в Париж и, значит, плюет на всех вон с Эйфелевой башней. В Милане и в Риме он спокойно покупает... У меня вопрос. А Киркоров поддерживает войну? Ну, у него явная... Да, конечно. Антиукраинская позиция. Естественно, он поддерживает. Посмотрите. А пришлите мне, пожалуйста, ссылочки. Я все присоединяю. Пытаюсь сделать так, чтобы в Париже он не чувствовал себя. Если это так. Я не видел, не слышал... Я вам... Да. Я буду представлен, если он мне... Потому что мне друзья присылают фотографию с Эйфелевой башни, где стоит Филипп Бедросович, значит, во всей красе. И я думаю... У меня только один вопрос к Филиппу Бедросовичу. Если он просто ведет свою артистическую деятельность, не занимая никакой позиции, это, конечно, лукавство. Это, конечно, подловато. Но, по крайней мере, если он не поддерживает открытую войну режим, это еще допустимо. А вот если он делает и то, и другое, а потом едет в Париж любоваться башней Эйфеля... Она вот, кстати говоря, не очень далеко от меня, я из окна могу увидеть. Кусочек. Так вот, к чему я веду? И они вот на примере того же Киркорова не понимают. Если ты выбрал сторону зла, если ты за убийство, геноцид украинцев, если ты готов целовать царя в одно место, все, будь добр, сиди в России, в Беларуси, в Северной Корее, в Иране. Именно так должно быть. Китай, в лучшем случае. Для тебя теперь твой мир это теперь Северная Корея, это Иран, это Россия, это Беларусь. И к сожалению Турция, к сожалению. Ну, я бы не сказал, вот я вчера разговаривал как раз с людьми в Турции, с нашими, так сказать, сторонниками, с нашими представителями российской оппозиции. Они утверждают, что все-таки там нет такого рая для сторонников путинского режима. Что там есть некоторые серьезные моменты, которые им следовало бы учитывать. И я так думаю, что точка во встрече, вот этой провальной встрече унижения Эрдогана Путина в Сочи, она еще не поставлена. Вот мне кажется, что там пойдут процессы, которые не понравятся сторонникам войны Путина. Ну, это так, к слову, это мое предположение. Понятно, что Эрдоган там не подарок, но тем не менее. У меня все-таки такое впечатление, что Турция не будет совсем уж блокироваться с Путиным, будет держать серьезные дистанции и не оставит попыток восстановить свои отношения еще лучше и больше с Европой, с Среди Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что они преодолеют какие-то свои разногласия. Это будет неприятным процессом для Путина и его окружения. Поддерживаете ли вы создание списка вот таких нонграта, по сути, людей, которые не должны быть допущены в страны Европейского Союза? Однозначно. Те, которые поддерживают агрессию, которые ездят на оккупированной территории, вот все вот Азаматы, Рома Биллок и прочих. Я еще до войны говорил о том, что нам необходимо иметь понимание, кто же все-таки причастен ко всем этим преступлениям. У меня была идея, ну, как бы, была голая мысль, я не очень в этом деле соображаю, но если бы кто-то соображал лучше меня, создать, грубо говоря, российский общественный вердикт. Ну, условно. Вердикт – это, как бы, приговор, оценка. И вот туда, на основании документов, свидетельских показаний, открытых, публичных, включать людей, причастных к различным преступлениям против демократии и свободы. Сейчас это еще и против Украины. И такой список надо вести, на мой взгляд. И этот список должен быть публичным, открытым. У каждого гражданина, который попал туда, должна быть возможность публичная и документальная защитить себя, если он еще не согласен с этим. Это мое предположение. Ну, вот, предположим, какой-то попал по навету. Да, у нас же тоже там всякие бывают случайности. Ну, у нас в Украине, что там далеко ходить, Сергей Петров в украинском списке по санкциям. Это человек, который бросил перчатку путинскому режиму, это человек, который был издан из Думы, человек, который находится под уголовным преследованием, человек, который разыскивает путинский режим, человек, который всю жизнь помогал и был в оппозиции, находится в списках санкций. Наш товарищ хороший находится в санкционном списке Украины. Это ошибка. Серьезная ошибка. Таких, кстати, она там хватает. Вот, чтобы такой возможности не возникало по ошибке, чтобы тот попал, я бы, например, предложил, что в таком массиве каждый человек мог бы защитить свое славное имя, предъявив соответствующее публичное доказательство, что его туда включили по ошибке или по злому навету. Я думаю, что такой список нужен. Нужен общий. Я знаю, что там ведется список в Украине, это очень правильно. Я слышал, что там чуть ли не 136 тысяч человек органами разведки, контрразведки установлено украинскими, тех людей, которые причастны к военным преступлениям, к агрессии, тех, кто взял в руки оружие. Я могу ошибаться, но мне показалось, что эта цифра может быть уже больше. Я думаю, что такой список должна вести российская оппозиция людей, причастных к репрессиям, судебным процессам, отравлениям, избиениям, пыткам, неправосудным приговорам и так далее. И я думаю, что персонажи этих списков должны попадать в обращение к Западу с предложением включить их в невъездные, невъездные, чтобы там, если действительно какой-то там артист поддерживает войну, нехреним не быть членом западного сообщества. Все, сидим у себя ровно на заднице в Москве или в Минске или в Тхеньяне. Да. Да.